Отчет главы администрации сельского поселения Развилковская состоялся в новой детской школе искусств. В год 70-летия поселка это образовательное учреждение стало подарком для жителей Развилки. Педагоги музыкальных отделений школы приветствовали пришедших с сольными номерами. За прошедший 2017 год отчитывалась вновь избранная глава поселения Марина Камардина. В 2017 году совместными усилиями команды района были решены жизненно важные вопросы для поселения, которые не решались на протяжении десятилетий. В первые за 11 лет был принят генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения Развилковская. Согласно принятому генеральному плану в поселке закончена реконструкция еще одного детского сада на 60 дополнительных мест. Тем самым решена проблема очередности. По программе «Школьный двор» на территории Развилковской школы построен стадион, где теперь могут заниматься все желающие. Само же образовательное учреждение вошло в топ-300 лучших сельских школ России. Бюджет поселения за 2017 год по доходам выполнен на 99,3%. Расход осуществлялся в рамках муниципальных программ, среди которых в сфере благоустройства произведен ремонт уличного освещения в деревне Дроздова, отремонтировано дорожное покрытие в деревнях Картино-Беседы Слобота-Милькова, благоустроены дворовые территории в поселке Развилка у домов 22 и 29. Там же обустроены спортивные и детские площадки. Приоритетным направлением по-прежнему остается социальная политика. В ДК «До милосердия» организованы пункты сбора продуктов питания и товаров первой необходимости. Данное мероприятие получило название «Щедрый вторник», адресную доставку собранных наборов в поселке Развилка осуществляли сотрудники администрации и ребята из созданного в 2017 году Молодежного совета. Культура, спорт, работа с молодежью также являются важными аспектами в работе администрации. Осуществлено финансирование трех досуговых центров – Дроздова, Мамонова, Картино. Перспективы большие и движение драйва заложено очень много в администрации. То есть есть хорошие такие потуги, чтобы сделать жизнь Развилки как можно лучше и интереснее. Присутствующие на собрании заместители главы администрации Ленинского района и руководители учреждений ответили на вопросы жителей. Особенно много претензий звучало в адрес управляющей компании «Дорсервис» по уборке снега. Глава района Олег Хромов рассказал жителям о решении самой большой проблемы поселения, касающейся областной дороги, МКАД, Беседы, Картино. Сегодня есть уже несколько практических решений, которые должны реализовываться в 2018 году на территории поселения. Первое – это в государственную программу Московской области уже включена дорога, а это строительство альтернативного выезда из поселка Развилка. Период реализации этого проекта до конца 2019 года. Традиционно в заключении встречи за активное участие в общественной жизни и за добросовестный труд были награждены труженики поселения. Я очень люблю свой поселок Развилка, очень. Особенно лес, наши березы. В этот день активисты Развилки были награждены не только грамотами местной администрации, но и районной. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.